Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Володя. Друзья, значит, Xiaomi все никак не может успокоиться. Казалось бы, у компании уже достаточно флагманов. Ну, под конец 2020 года китайцы пополнили свою линейку еще одним, а именно Xiaomi Mi 10T Pro. Сразу скажу, что это смартфон не для всех. Да и среди других трубок от Xiaomi у него есть конкуренты. Все же у Mi 10T Pro есть несколько крутых особенностей, которые могут сделать его самым желанным флагманом. Поэтому подписка, если не подписаны, лайк, помчай. Спонсор этого видео – магазин услуг фрилансеров Quark.ru. Quark – это место, где собираются самые креативные люди и за небольшие деньги помогут вам быстро реализовать ваш самый смелый проект. Ссылка в описании к этому видео. Выглядит Mi 10T Pro, как и большинство Android-смартфонов 2020 года. Тонкие рамки, вырез для селфи-камеры в левом углу и минималистичная задняя крышка без узора. От предыдущих Mi 10 его отличает плоский дисплей без закруглений по бокам и большой модуль камеры, который при этом расположен в самом неудобном месте справа. Ну, несмотря с какой стороны посмотреть. Я вам скажу, что, конечно, объектив по центру было бы поприятнее, особенно пользоваться, когда кладешь смартфон на стол. Но в этом случае, конечно, может его спасти чехол, но, как говорят многие, с чехлом уже совсем не те ощущения. Впрочем, и без защитного кейса за смартфон переживать не придется. Спереди и сзади установлено закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5. Не керамический щит, конечно, как в iPhone 12, но тоже круто. В свою очередь, рамка выполнена из металла. Еще отмечу, что защитным стеклом здесь перекрыт модуль самой камеры, поэтому за него тоже можно не переживать. Что еще очень порадовало, так это возвращение, наконец-то, старого доброго сканера отпечатка пальцев на правую грань, совмещенного с кнопкой включения. Он мало того, что удобно расположен, так и работает просто молниеносно. Xiaomi научилась делать быстрые подэкранные скандеры, но классический вариант все еще в разы быстрее и точнее. Качели регулировки громкости разместили над кнопкой блокировки. А динамик внизу, рядом с портом USB-C и слотом для двух сим-карт. И здесь у нас, можно сказать, комбо разочарование. Поддержки карт памяти нет, разъема для наушников тоже нет. В общем, как показывает тенденция, для всех любителей засунуть стеккер в гнездо наступают сложные времена. Впрочем, это довольно обыденно для флагманов. Ну, что сказал? Чего не скажешь о дисплее, который может разочаровать некоторых пользователей. Звучит Mi 10T Pro далеко не по-флагмански, так можно сказать. Звук довольно какой-то плоский, и похвалить могу только за наличие стерео, да и то с оговоркой. Верхний динамик куда тише нижнего, из-за чего создается какой-то такой дисбаланс в звучании. Да что я вам рассказываю? Сами послушайте. Музыка. 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 Дисплей Mi 10T Pro, вы знаете, вызывает какие-то смешанные чувства. С одной стороны, это IPS, который уступает по яркости и контрастности тому же AMOLED, да и про Always On Display можно забыть. А с другой стороны, вы получаете более натуральную цветопередачу, отсутствие шима, от которого страдают многие пользователи, да и частоту обновления в 144 Гц. Притом, частота обновления автоматически меняется в зависимости от отображаемого контента, что экономит заряд батареи. А в настройках можно переключиться на 90 или 60 Гц развертку. Отсутствие Always On Display, конечно, частично компенсируется индикатором уведомлений рядом с разговорным динамиком. Яркости в этом смартфоне, в принципе, достаточно, чтобы пользоваться им на улице на ярком солнце. А минимальный порог позволит вам комфортно полистать инстаграмчик перед сном, сидя в шезлонге, где-нибудь на лазурном побережье, 5 звезд, все включено. О чем это я? Ой, простите, отвлекся. Впрочем, производительности смартфона хватает и для более серьезных задач. И если для вас мощность смартфона – это самый важный аспект, то обязательно дождитесь тестов. Вам стоит это знать. При размере в 6,67 дюймов дисплей получил Full HD+, разрешение, так что пиксели в глаза не бросаются. Также стоит учитывать, что Mi 10 и Pro, пускай и не назовешь гигантским, но дисплей в 6,67 дюймов для многих может оказаться чересчур большим. К тому же из-за ровной грани сам смартфон получился какой-то такой более объемный. По размерам прошка даже превосходит стандартный Mi 10. Все же управлять смартфоном довольно комфортно даже одной рукой. Это не то, о чем вы подумали, э? Может просто человек чебурек ест, и у него вторая рука жирная? Так вот. Чтобы вытянуть шторку, достаточно просто провести пальцем от центра экрана. А большинство переключателей, включая регулировку яркости, вынесены в нижнюю часть. Очень удобно. Так что постоянно жонглировать смартфоном из руки в руку, для того, чтобы выполнить какие-то простые действия, вам не придется. В этом плане MIUI 12 получилась более дружелюбная предыдущих версий прошивки. Да и с производительностью у этого смартфона все отлично. За все время использования я ни разу не столкнулся с какими-то глюками анимаций или подвисаниями в приложении. Такого ничего не было. Спасибо за это говорим установленному в Mi 10T Pro процессору Qualcomm Snapdragon 865 и оперативной памяти объемом в 8 гигабайт. Xiaomi не поскупилась и поставила более быструю оперативную память LPDDR5. В постоянной памяти ставят 128 либо 256 гигабайт типа UFS 3.1. Возможно, многие хотели бы видеть в Mi 10T Pro Snapdragon 865+, но базовой версии процессора здесь более чем достаточно. Друзья, кстати, у меня же есть свой инстаграм-канал, ссылка будет в описании к этому ролику. Обязательно подписывайтесь. В тесте производительности Geekbench смартфон набирает 3376 баллов в многоядерном режиме, становясь в один ряд с iPhone 11 Pro Max и OnePlus 8 Pro. В тесте на троттлинг смартфон потерял около 17% производительности за 15 минут. Но отмечу, что Mi 10T Pro все это время старался работать на максимальных частотах. Когда же дело доходит до реальных условий, то смартфон вполне хорошо справляется с дополнительными нагрузками, что особенно пригодится, к примеру, в играх. Слышь, Русик, а ты во что играешь? В прятки. А на смартфоне? Тоже в прятки. Ага. Коллекторы достали, да? Три кредита? Ну ты смотри, не проиграй, Русик. Так вот об играх. Asphalt 9 не тормозит и при максимальных настройках графики, и выдает в среднем 50 кадров с редкими просадками до 37. Shadowgun Legends ведет себя странно, и в начале уровня может показывать и все 100 FPS. Но когда же появляются враги, то счетчик быстренько опускается до 60 FPS. Зато ниже не падает. Наш любимый PUBG не выдавал больше 40 FPS при ультра настройках графики, хотя смартфон автоматом выставлял 90-герцовый режим экрана. Если же ухудшить картинку до минималок, то получим все 60 FPS. Что касается нагрева, то после часа игровых тестов температура процессора не поднималась выше 52 градусов, а сам корпус оставался теплым. Так что для геймеров Mi Note 10 Pro подходит на все 100%. Правда в этом плане Xiaomi конкурирует сама с собой. Заходим на e-каталог и видим, что Snapdragon 865 также установлен и в Poco F2 Pro, который стоит почти на 150 долларов дешевле. Ну, отличается, конечно, худшей камерой, стандартным дисплеем и не такой быстрой оперативкой. Зато он поддерживает 5G, выходит с NFC-чипом и позволяет снимать видео в 8К. Если же отсортировать смартфоны по цене до и выставить фильтры Snapdragon 865, то увидим, что Poco F2 Pro в принципе будет самым дешевым вариантом на этом процессоре. За эту же цену интересно выглядит OnePlus Nord, так как пользователи получают неплохую камеру, интересный дизайн и супер AMOLED дисплей на 90 Гц. Но процессор при этом будет уже Snapdragon 765G. Неплохой чип, но все еще не флагманский. Зато поддержка все тех же 5G и NFC на месте. Не забываем, что самую приятную цену на смартфон можно найти тоже на e-каталог, всего лишь отсортировав предложение по цене. Потому если для вас производительность важнее других аспектов, то есть смысл сэкономить и взять F2 Pro. А если же вы хотите флагман на максималках, то дальше вы узнаете, почему же вам стоит взять именно Mi 10T Pro. Не получилось у тебя летом поехать в отпуск из-за карантина. Ну что ты переживаешь? Не переживай. Зимой у тебя тоже не получится поехать из-за карантина. Включи смартфончик, ютубчик, мои обзорчики. Сиди дома отдыхать. Не благодари, подписывайся. В плане автономности Xiaomi проделали хорошую работу над оптимизацией. И даже с включенным режимом 144 Гц смартфон выдерживает день активного использования с играми, ютубом и прочим лазанием по сети. В Mi 10T Pro установлена батарея на целых 5000 мАч, что, кстати, выше среднего. Но с учетом мощного процессора, быстрого дисплея, этого хватает, чтобы просто смартфон держался не хуже конкурентов. Для наглядности, 15 минут просмотра ютуб на средней яркости дисплея отняло только 1% от заряда аккумулятора. Тогда как Asphalt 9 за то же время сожрал 3%. Зачастую в играх смартфоны теряют около 5-6% заряда. Так что Mi 10T Pro держится отлично. Ко всему присутствует поддержка быстрой зарядки до 33 Вт. И блок питания соответствующий идет в комплекте. С ним Mi 10T Pro можно зарядить с 0 до 60 всего за 30 минут. А для 100% зарядки придется подождать часок. Вы знаете, вот у певца Игоря Николаева было бы, наверное, 5 причин купить этот смартфон. У меня же, в отличие от него, только 2. Второй причиной взять именно Mi 10T Pro является камера. В этот раз Xiaomi отлично поработали над технической и программной частью смартфона. И он выдает хорошие фотографии. Китайцы поставили тройной модуль со 108-мегапиксельным основным сенсором, 13-мегапиксельным ультрашироким, и вот эту макролинзу на 5 мегапикселей впихнули. Вот последняя здесь явно лишняя. Лучше бы вместо нее взяли и поставили какой-то хороший телевик, он куда полезнее. Но все же большую часть времени вы будете использовать основной объектив на 108-мегапикселей, а в нем все прекрасно. Детализация здесь на высшем уровне. К тому же присутствует физическое размытие заднего фона при крупных планах, которое работает и при записи видео. Цветопередача также стала заметно лучше. Xiaomi утихомирила свои алгоритмы, и фотографии получаются наконец-то натуральными, без ядовитых цветов. И даже при записи 8К контрастность остается на приемлемом уровне. А вот когда дело доходит до ночной съемки, ооо, тут алгоритмы включаются по полной и максимально, насколько могут, вытягивать картину. Цветопередача, конечно, заметно ухудшается и сильно уходит в теплые тона, но зато получаем относительно хорошую детализацию. Правда, при ночной съемке камера все так же плохо справляется с яркими участками, вроде там фонарей, вывесок, и на фото вместо них просто яркие пятна. Для ценителей мобильной фотографии Xiaomi Mi 10T Pro добавила два Pro режима. Для видео и для фото, а также возможность снимать в RAW. Для менее искушенных есть автоматический режим, несколько встроенных фильтров, а также портретный режим. Кстати, есть даже интересная фишка. Если зайти в родное приложение галерея, то на фотографиях с портретным режимом можно отрегулировать интенсивность размытия заднего фото, что будет особенно полезно для групповых фото. Когда вокруг одни уроды, и ты такой по центру, как всегда один такой красавчик получился, да? Угу. В свою очередь фронтальная камера меня реально расстроила. Xiaomi поставила 20 мегапикселей, которые хорошо справляются с фото, ну и так себе с видео. Ролики можно записывать вплоть до 1080p и 30fps, а вот при резких движениях картинка может поплыть. Ну, не знаю, возможно, это мне так повезло. Так что прошу владельцев Mi 10T Pro откликнуться в комментариях. Фак, я поправился, похудел. Поправился, похудел. Прикольно. И не надо было на диете сидеть. Раз, и похудел. В итоге могу сказать, что у Xiaomi получился такой довольно самобытный смартфон из флагманской линейки Mi 10, который не столько конкурирует с остальными моделями, сколько дает альтернативу. Как говорится, купить себе, конечно, не куплю, но если подарят, не откажусь. Самый спорный момент здесь все-таки IPS-дисплей, который уступает по яркости и контрастности AMOLED. Все же отсутствие шим для многих будет более жирным плюсом, перекрывающим остальные недостатки, как, впрочем, и обновление экрана в 144 Гц. Все же динамики здесь объективно плохие. И, как по мне, флагманский смартфон компании заслуживает как-то большего. Зато по остальным аспектам, вроде производительности, фотовозможности и автономности, все в полном порядке. Так что, если вам нравятся IPS-дисплеи, и в смартфоне вы цените в первую очередь это мощное железо и хорошую камеру, то Mi 10 Pro вам подойдет. В свою очередь, вот меломанам и фанатикам AMOLED здесь ловить нечего. Спасибо, что нашли время и провели его в нашей с Русиком компании. Спасибо, что досматриваете каждое видео до конца. Лайкайте, подписывайтесь, обязательно комментируйте. Для нас это очень важно. Нам всегда приятно получать от вас комментарии. И помните, друзья, все самое интересное в коробке.